Всем привет, это я. Слушайте, мне очень понравилась тема с видео с вопросами, потому что там столько классных вопросов, на которые хочется как-то конкретнее по развернутие. Господи, всё, Кате надо больше читать. Хотя я читаю сейчас и много. Более развернуто хочется ответить, в общем. И один из вопросов про любимые художественные материалы. Я вообще, я люблю, мне кажется, рисовать всем. Мне всё нравится, но, конечно же, есть любимчики. И вот сейчас про них расскажу. Первое, конечно же, я очень люблю масляную живопись. Просто масляные краски. Я вот, мне кажется, даже больше из-за запаха, из-за растворителя обожаю. И масло, оно такое для меня очень живое, очень близкое к природе. Поэтому вот особенно оно мне как-то душу греет. Но скажу сразу, что масло может быть очень разнообразным. То есть я могу и пастозно довольно-таки красить, а могу, знаете, так и побольше растворителя жиденько. То есть это всё тоже от настроения. Чем мне оно ещё нравится, я могу вот, ну, как-то раскрываться прям. Какое состояние, какая вот картинка, что она вот мне даёт. И вот при помощи вот какой-то уже такой своеобразной техники вот это раскрывать. Поэтому вот масло я очень-очень люблю. Второй любимый мой предмет рисования, точнее материал, это простой карандаш. Очень я люблю, даже больше люблю сейчас чёрный акварельный карандаш или просто чёрный карандаш. Потому что он более такой насыщенного цвета, он такой прям тёмный, чем обычный мягкий. Я люблю, конечно же, мягкие карандаши. Хотя иногда, ну, точнее, давно, конечно, такого не было. Когда вот меня прям накатывает, я беру твёрдый карандаш, и вы знаете, как Акаде в рисуночке что-то вот начинаю вырисовывать, вымерять, прям вот выстраивать. Но это такое вот, у меня давно такого задротства не было. Но вот оно присутствует и может быть. Карандаш вообще очень мобильный для меня. Особенно люблю такие монолитные, которые и не надо, в принципе, точить. Ну, конечно, иногда уже надо, но в целом он всегда готов к работе. И механические, конечно, карандаши я тоже использую. Не могу сейчас, правда, найти свой карандаш, который такой с толстым грифелем. А вот механические, тонкие, он есть, но им сейчас вот как-то мне что-то не такое настроение. Он уже очень, ну, очень тоненький. Вот, поэтому, да, вот карандаши для графики прям вот супер. И также цветные карандаши я тоже люблю. Но в основном предпочитаю какую-то, опять же, ограниченную палитру использовать. Например, там два или три цвета. До время прям вот подсела, рисовала много цветными карандашами. И что еще? Ну, давайте, знаете, я прямо сейчас пробегусь, покажу вам, что у меня вообще есть. О, масляная пастель. Я про нее расскажу. У меня она есть. Ну, давайте, короче, тут Дашин шедевр. Собственно, масляные красочки. Вот мои кисти. Кисти у меня для работы разные есть. И есть щетина пожестче. Большие. Это, кстати, мне нужно еще побольше купить. И круглые. То есть все-все, в зависимости от того, опять же, какое настроение, что я хочу. Моя палитра. Обычно она такая, да, хаотичная. Масленочка. Но я в основном использую растворитель. Пенен. То есть это у меня тут банки. Но у меня обычно все красиво. Здесь вот маслица. Но я им не пользуюсь практически. А здесь у меня пенену. И вот видите, как это графин под спирт, под водку. Здесь у меня пененчик. И в основном пользуюсь им я. А красочки у меня хранятся, ужас, в таком ящике деревянном. Я хочу свою систему хранения красок, чтобы вот не рыться постоянно, когда мне там нужен какой-то цвет. Короче, как-то рассортировать. Я хочу прям такую доску. Может, вы видели, на Пинтересте прям вешают красочки. Но вот не знаю пока по поводу доски. Хотя бы просто разложить по основным цветам. Типа красный, синий, желтый, зеленый. Вот по коробочкам. То есть, даже здесь вот эту коробку разбить на такие ячейки, чтобы как-то было уже более структурировано все. Тут у меня тоже еще коробка с красками есть, которая там повторяется. Ну, то есть, это основной такой бокс. А этот, который тоже надо разобрать. Так, идем дальше. Это пастель. Я очень люблю мелки, но мало ими рисую. Это в основном как бы Дашина, но здесь есть очень классная пастель. Вот эта вот масляная пастель от Пентл. Она очень похожа на масляную пастель от этого, как его? Мини-со магазин такой есть, японская, китайская там всякая фигня. И они, конечно, очень клевые. И здесь, ну, то есть, эти мелки, они настолько мягкие. И они так смешиваются классно между собой. Такой насыщенный цвет. То есть, видите, прям размазывается. И кайф. Плюс, ну, вообще, конечно, масляная пастель, она очень кайфовая. Можно много как с ней вообще повозиться, поэкспериментировать. Поэтому рекомендую. Сейчас еще покажу мою полочку. Да, тут, конечно, много всего. Будем смотреть, что у меня тут. Клей ПВА. Так, я хотела просто масляную пастель добавить, достать. Все, сейчас буду. Заодно, может, разберусь тут с вами. Скотч. Вот я без малярного скотча никуда. Да, вот моя масляная пастель. Это у нас Виста Артиста. Я часто поверх работы маслом, то есть, если я, например, не очень густо там крашу, могу масляной пастелью проходиться. У меня, кстати, в серии вот этих вот работ практически все. Вот я сначала делаю как подмалевок маслом. Так, раскладываю тени там прочее, а потом уже пастелькой вот прорабатываю, что-то затираю. Ну, короче, вот прям мне очень нравится вот такая вот детализация. Ну, это тогда нравилось. Сейчас мне уже немножко поднадоело, но все равно я эту тоже историю использую. Короче, это вот такая одна из моих техник. Вот, да, вот тут у меня как бы это все хранится. Довольно-таки порядочно пока. Вот, докупала тут еще. Мне нужен был один цвет, а я не могла его отдельно купить. Вот, поэтому пришлось купить еще один другой набор. Поэтому у меня тут все повторяется. И они, видите, даже чистенькие. Я их не трогаю. Все, конечно же, аккуратненько, очень сложно. Давайте дальше про цветные карандаши. Мне прям хочется сесть. Сейчас я подвину стул. Цветные карандаши Faber-Castell. Это акварельные карандаши. Они вообще круче, чем обычные, потому что они как-то помягче. У них цвет понасыщеннее. И вот эти вот обалденные. Они очень мягкие. И прям цвет вот хорошо идет. Но, как вы видите, у меня тут есть какие-то цвета, которые вот я использовала постоянно. И они, соответственно, самые такие расходные. Они у меня где-то в пеналах валяются. Вот, ну, видно, в общем, чем я пользовалась. Это вот синий, красный. Тут бордовый был очень красивый. Беленький я тоже использовала. Вот. Он не такой, правда, ядреный, не такой укрывистый. Но, как бы, есть эта тема. Вот. Но в последнее время карандашками практически не рисую. Очень хорошо, конечно, там для скетчбука. Но я не люблю, опять же, много материалов. Поэтому чаще всего... Ариаш, привет! Поэтому чаще всего у меня вот... Ну, то есть несколько каких-то цветов акцентных. И все. В основном вот простой карандаш. Так. Что там дальше? Что у нас тут? Вот, смотрите. Что, что, что. Коробочка для кистей. Не буду ее доставать. О! Пастель валяется. Уберу ее как раз. Маркеры. Маркеры. Я обожаю маркеры молотов. Это просто моя любовь. У меня серия незаконченных работ есть, посвященная ботанической стрит-арт иллюстрации. И вот акриловые маркеры, конечно, это любовь. Вот это, правда, по-моему, не акриловый белый. Мне кажется, он какой-то это... Там что-то спирта какие-то. Ну, короче, не очень. А вот эти вот толстенькие, такие клевые. То есть видите, да, какую линию можем провести. Вот это вот для меня маркеры, которые я люблю. Вот эти вот все копики и прочее, я их, мне кажется, даже ненавижу. Меня они так раздражают тем, что их так много. И вот что ими делать? То есть вот эти вот... Ну, я считаю, что они прям вот для того, чтобы рисовать какие-то как раскадровки, как комиксы, когда тебе конкретно нужен цвет. Я люблю, когда картинка в единственном экземпляре, когда ты не нарисуешь больше такую. И такая картинка часто получается, когда цвет там немножко отличается, когда они как-то смазываются, смешиваются. И вот, ну, когда линия какая-то ты жесткая вот проводишь, и ты сам даже второй раз такую не проведешь. В общем, я люблю какую-то такую уникальность в работах. И для меня вот те материалы, которые вот собираются, они вот создают вот что-то мое. И, конечно, маркеры молотов. Это супер. Люблю еще золотые маркеры. Но обычно я беру просто перманентные. Молотов золотой я не пробовала, хотя у них новый классный маркер. Я покупаю вот эти вот, но что-то они стали как-то плохо рисовать. Эдинг, по-моему, какие они. Вот, да. Ну, это для графики хорошо. То есть есть там черно-белое что-то. В скетчбуках уже особо не порисуешь, потому что они просвечивают. Но тоже можно, тоже можно. Вот еще этот, я думала, это белый маркер. Заказывала белый на Озоне, а он розовый. Ну, тоже весело. Есть у меня такая вот подставочка для кистей. Сто лет покупала назад и не пользуюсь. Просто вот пару раз доставала вообще. Вообще не катит. Конечно же, черные простые, перманентные маркеры. Это вообще прям расходник. В них надо заказывать штук по 10. Потому что я и уроки по графике записываю. И если на занятия езжу, я всегда тоже с собой беру. Потому что, ну, они часто и заканчиваются. И у детей, если кто-то новенький не бывает, я им, так сказать, подарочек делаю. Вот. Тут еще кисти тоже стоят. Но здесь у меня, кстати, стоят кисти для... Ну, короче, у меня кисти четко делятся на масляную живопись и на все остальное. И вот эти вот кисти, там, для декорирования, для каких-то там заливок, чего-то еще, я ими маслом не крашу. Потому что, ну, масло масляное, сами понимаете. Вот. А когда ты уже на водорастворимых красках, то это у меня прям отдельные кисточки. И даже вот если я акриловым лаком что-то покрываю, то тоже все отдельно. Вот. Так, что еще? Что у нас там? Так, мне надо вот убрать эту пастель. Нет, пастель это, конечно, вообще очень-очень прикольно. И мне бы хотелось... Вот я думаю, что если я на какой-нибудь пленэр поеду, то, наверное, вот пастель... Хотя все равно мне ее мало. То есть вот одной пастели мне как-то маловато. Какое-то время я рисовала сухой пастель. Сухую, кстати, я тоже очень люблю. Но тоже давно ее не работала. И вот мне хочется вот сначала какой-то объем создать, как какую-то заливку сделать. Вот как красками. А пастелька это уже такая детализация у меня идет. Поэтому нет. Что там есть еще у меня? Так, у меня есть акварелька. У меня есть акварелька. Сейчас я вам ее покажу. Это акварелька из китайского какого-то магазина. Я ее купила просто из-за того, что она такая компактненькая. И периодически ее с собой беру. В основном ей даже рисуют, если мы едем вместе. И не скажу, что я акварелист. Я ее использую просто как тушь. То есть у меня беру какой-то один-два там цвета. Или просто могу там листочки какие-то порисовать. То есть опять же там они зеленые. И добавляю какие-то оттеночки. Вот. И в основном у меня такое все какое-то грязь. Такое коричневатое, землянистое. Я вот такое вот люблю. И акварель вообще не мой материал. Мне нужна густота. И в то же время, с которой я могу сделать что-то жиденькое. Вот. Кошка тут прыгает, носится. Не бойтесь. Короче, это вот исключительно как вот что-то такое. Вот как графика какая-то. Не акварель. Вот. Что еще у меня тут есть. Сейчас я прям вот, да, порядочек наведу. Скотчик. Убираем. Это у меня коробка с тушью. Здесь у меня мисочка, на которой я тушь развожу. У меня, кстати, а вот здесь и карандаши. Отлично. Да. И точилочка. Вот. У меня, кстати, есть еще одна коробка с тушью. Я думала, что я хорошо разобралась. И у меня все разложено. Но нет. Кстати, вот и грифили как раз для механического карандаша. Но я механический карандаш не могу найти. Маркер, опять же. Это меловой маркер тоже молотов серебряный. Хороший. Быстро, правда, практически закончился. Надо его туда, где все маркеры лежат. Водяные кисточки. Я их обожаю. Обожаю им рисовать вот как раз и акварелькой, и тушью. Потому что у них, конечно, ворс. Я видео выкладывала на канале. Очень-очень мне нравится. Он упругий. Мне кажется, он просто неубиваемый. Вот этот какой-то силиконовый ворс. Очень-очень классный. Тушь какая-то вот эта, я не знаю. Вот Винсер Ньютон тушь у меня тут есть. Кисточка. Почему вот здесь вот эта кисточка лежит? Поставим ее в баночку. Я стараюсь, конечно, соблюдать порядок какой-то ластики. То есть, видите, тут у меня, да, графика, карандаши. Но порядок быстро может, это, короче, уходить от вас. Потому что творческий процесс, это такой творческий процесс, сами понимаете. Ну, тут у меня, в общем, точилки, материалы для вот графики, фломастеры, ластики-ластики. В общем, как-то вот так вот. Но вот посудину какую-то, конечно, круто иметь. Вот эти я, причем, покупала в Леонардо. Они идут типа как под роспись, но очень удобно, когда вы, ну, используете ее как палитру для акварельки. Просто вот реально зайдите там в Зарухом или еще куда-нибудь, вот что-нибудь белое красивое, и у вас будет вот палитра прям вот, ай-яй-яй, какая прекрасная. Вот, рекомендую. Потому что так, конечно, палитры все очень-очень скучные. Скучные. Так, что у меня? Вот еще у меня есть. А-а-а, это была масляная пастель, которая высыпалась, пардунте. Так. Тоже фабер-кастель. Прекрасная пастель. Хорошая у них эта пастельчика. Да-да-да, да. Я сейчас вспоминаю, я сейчас чуть-чуть повозила, чтобы вспомнить. Да, очень-очень хорошая. Но вот, кстати, все равно мелкие вот эти вот пентл, которые типа детские, они мне нравятся больше, они еще мягче. То есть, это она такая более художественная, с растворителем, интересно. Так, кошечка. Очень интересно вот с растворителем пробовать какие-то там текстурки новые делать. Это все, конечно, очень-очень вдохновляет. И надо прям тоже переложить в коробочку. Да, вы знаете, как хорошо, что мне задают такие вопросы. У меня появляется идея записать видео. И все складывается. Так, а это у меня вообще такое ощущение, что я ее... Нет, я ее открывала. А, короче, да, вот тяжело, тяжело одной рукой. Я не знаю, как блогеры все эти распакую и снимают, потому что мне хочется тут ногой попробовать помочь. Короче, сделать невозможно. Так, или это... А, нет, это сухая. Вот она, да. Это сухая пастель. Очень-очень она тоже классная. Ну, Фабер классно их делает. Классные они делают вообще товары для художников. И вот я ей рисовала серию свою балета. Вот, если кто не видел, грустно. Надо вам ее как-нибудь показать. Вот, очень-очень она такая прям вот... Водили все пальчики грязные. Короче, класс. Да, я была, помню, очень вдохновлена, когда ее купила и прям так трепетно к ней относилась, потому что очень цвета красивые и она дорогая была. Ну, вот, понятно, почему она у меня так убрана, чтобы не это... Так, а, а, а. Кальчика, кстати, по-другому должна лежать, поэтому... Ладно. И обязательно надо в этот... Короче, убрать ее. Да. Убрать, сложить. Так, что у меня там еще есть? Соус. Соус. Соус я тоже люблю. В этом году, наконец-то, его распробовала. И тут у меня даже пастелька валяется. Тут, короче, полный бардак. Я даже не буду до конца открывать. И я распробовала соус, как он должен быть. Так, а это вообще тоже пастель. Нет, это пастель. Пардон. Тут написано пастель мягкая. Но мне кажется, ее тоже можно, как и соусом, разводить водичкой. Потому что вот именно соус я сейчас распробовала и рисую им вот так, как надо, с использованием воды. Потому что раньше я почему-то не знала, что вот это можно делать. То есть я как бы вроде и знала, но я не видела, не практиковала, когда попробовала, очень-очень понравилось. Короче, да, это пастель. Вот, соус у меня валяется в другом месте. Надо, надо где-то его найти. Тут, да, у меня еще есть металлические коробочки. А вот и соус, да. Вот он, соус. Тут все есть. Но у меня, кстати, много соуса и тоже везде по всей квартире он разбросан. Надо, чтобы, конечно, все было в одном месте. Вот, магия уборки, морекандо. Читайте, чтобы было у вас все в порядке. И, конечно же, любимый материал это тряпочки. Я какие-то там старые рубашки, футболки разрезаю на тряпочки, потому что я аккуратненько их так складываю, чтобы вот не полотенцем бумажным пользоваться, а это. И красиво они смотрятся на фотографиях. И природу не это, не, что мы делаем, не засоряем. Ну, что еще вам показать? Расскажу-ка я вам про то, чем я декорирую в основном. Это краски Даши Гейлер. Я их очень-очень люблю. Особенно люблю воски. Это все краски, но есть у нее еще и воск, у меня просто закончился. Короче, этими красками можно красить все. Они очень укрывистые, очень клевые. И цвета вот у Даши палитра вообще вот всегда модненькие, всегда классно найдете. И плюс они еще между собой смешиваются. Короче, я их очень-очень люблю. И даже часто просто воск использовала, вот, например, эту табуреточку покрыть. И мне очень нравится, когда она стирается. Ну, а чтобы не стиралось, просто лаком еще воск покрываете. Но вот когда он не покрытый, мне очень нравится текстура. Но это я прям остатки уже соскребала. Я хотела сделать темнее эту табуреточку. Не вышло, потому что воск уже просто там вот. Все, все, закончился. Ладно, убираем красочки. Собственно, краски, вот, я декорировала ведро. Это пластиковое, синее еще помню, киевское ведро. Я его решила вот... Ой, слушайте, это перьевая штука вся. Это типа, чтобы, понимаете, пыль, да? И она вся эта у меня уже рассохлась. Хорошо, что у меня пылесос есть. Да, может ее вообще выкинуть? Наверное, я ее выкину, товарищи. Она, конечно, хорошо смотрится, но вот я ее выкину. Вот, и она у меня ставила как мусорное ведро. Ну, такое в рабочей зоне, не в художественной, куда я вот просто бумагу выбрасывала, что-то такое. Ну, короче, сухое, то, что не испачкается. Вот, потом я там хранила какие-то свернутые листы. То есть все это тоже очень стильно, красиво выглядит. Это лепной молд, который я очень-очень тоже люблю. Показывала, у меня есть мастер-классы, как вот подобным способом декорировать что-то. Да, Ряш? Все, кошка убежала. На столе вот такой у меня боксик всегда стоит. Тут у меня ножницы, кисточки тоже, которые я часто использую для уроков. Когда записываю, маркеры те же самые. Ну, то есть это у меня вот прям постоянно в рабочей такой зоне. Ящик заказывала в Леонардо, тоже красила. Ну, краска уже даже закончилась. Здесь я тонировала разведенным акрилом. И вот тоже такая красота. Вот, и порядочек. Ну, как бы так не видно, а когда на столе, понимаете, это все могло бы быть разбросано на столе, а так нет. Так порядок. Покажу вам небольшой склад. Здесь стоит большая ваза с кисточками, карандаши. То есть я стараюсь, чтобы у меня вот все отдельненько стояло. Вот, что-то тут даже для лепки торчит. Тестовые тубусы для меня знаменательные. Вот. И кисточек, конечно, очень много. Тоже беру, когда надо. То есть вот я их прямо вытаскиваю, и они у меня остаются потом, вот, если я их часто юзаю, где-то в других местах. Это норма. Не покупайте много туши. Вот у меня, я когда разобрала все вещи, которые я покупала, я поняла, что я, конечно, вообще монстр. Тут у меня и какие-то перья есть. Но этого, я не знаю, мне кажется, на всю жизнь хватит. Потому что тушью я люблю порисовать. Делаю это, правда, не так часто. И она, правда, очень экономичная. Потому что я люблю туши с водичкой иногда разбавить. Вот. Вот это вот очень хорошее классика жанра. То есть если бы вот все вот... Я люблю очень Винсерн Ньютон баночки, потому что они просто красивенькие. Они такие увесистые, не убегут вот как какое-нибудь пластиковое вот это вот дешевое наше. Вот. А эти прям стоят хорошо. И я могу в чистые баночки вот такую вот тушь переливать. То есть или прямо отсюда уже на палитрочку, как показывала вам, на блюдечко, чтобы рисовать. Вот. А так я шопилась вообще. Приходила, покупала. А потом, когда все разобрала, такая, о, все. Я в художественный магазин могу не ходить. И опять же, люблю контейнеры, чтобы все аккуратненько хранилось. В темном-темном ящике у меня тут акрил. Аэрозольная тоже краска. Это такое у меня уже тут убрано для декорирования все. То есть это вот акрил тут и для ткани, истилаки. Короче, любой акрил у меня вот уходит сюда. Часто я на подносе прям беру, все там разложу, что мне надо, и обратно потом убираю. Вот. Очень-очень удобно. Вот. Вообще, конечно, да, вот боксы для хранения – это тема. Кайф. Ну и покажу вам. То есть есть у меня тут еще коробочка с соусом. Вот блюдце, кисточка, которую я рисую, когда работаю с соусом. Здесь я развожу красочку. Сам соус непосредственно. И это тоже я покупала вообще в фамилии, по-моему. Там иногда бывают вот единичные классные всякие предметы. И я хотела какую-то белую посудину. Вот купила, чтобы было красивенько, эстетично. Опять же, на фоточках замечательно выглядит. Вот. Валики тоже где-то, где-то есть. Ну и все. Я прошлась по своим полкам. И, в принципе, наверное, должна была сложиться картина того, что я люблю. Вот мои любимые материалы. Те материалы, которые я активно юзаю. Есть еще эти микроны, ручки. Типа такие тоненькие, которыми я рисую раскраски. Но сейчас я раскрасочки давно, кстати, не рисовала. И в основном делаю это уже на iPad, что очень-очень удобно. Экономлю и бумагу, и материалы. И подправить, если что, можно. Не надо потом будет в фотошопе подчищать. Короче, iPad, конечно, помогает. Да, надо было в конец видео запихнуть iPad, который тоже один из моих любимых материалов. А там уже, там их столько. Это уже просто в новую реальность попадаешь. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу того, что и как я использую, не стесняйтесь. Задавайте. Может быть, что-нибудь полезное вам расскажу. Также тоже можете поделиться, чем вас прет работать. И вообще, не думаете ли вы разобраться в своих художественных материалах? Потому что у меня это была вообще большая боль. Реально, когда раньше я ходила в магазины, в передвижник, когда он только открылся, я скупала просто все. То есть я ходила там, и вот это вот мне нравится, такое прекрасное. И просто в один момент решила разобрать все свои художественные материалы. И поняла, что столько всего. И я уже очень-очень давно вот так вот не шопилась прям фанатично. Потому что я прихожу в магазин или заказываю через интернет уже исключительно то, что мне надо. Потому что, конечно, со временем формируется вот какой-то свой арсенал художественный. И это, конечно, удобно, но в то же время хочется пробовать новое. Вот так вот я считаю, я не так давно в этом году, по крайней мере, попробовала соус графический, художественный. И это кайф. Но давно я не рисовала. Хотя надо. Но вообще, признаюсь, я в последнее время мало рисую. Точнее, вообще не рисую, потому что вся в других делах. И очень-очень мне от этого грустно, потому что хочется порисовать. Да. Но надеюсь, вы рисуете чаще, чем я. Вот. Ладно, гоу в комментарии. Давайте делитесь какими-то, может быть, новыми интересными техниками и материалами. Типа, знаете, как этой эпоксидкой и жидким акрилом рисуют. Вот. Может быть, что-то такое. Может быть, я о чем-то вот еще не в курсе, что-то не видела. Короче. Или какие-то извращения вы интересные, художественные видели. Потому что это, как, знаете, рисование вином. Кто чем не занимается. Про рисование вином, кстати, я тоже видео записывала. Ну вот. Можете посмотреть. Ссылочку попробую, да. Попробую не забыть вставить в описание под видео. На этом все. Опять же, гоу-комментарии. Обнимаю. Может, порисую сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok